На льду поселка имени Морозова Ленинградской области Метеор из Санкт-Петербурга болеет за Петрозаводскую Вегу. Одна победа и одна ничья позволили нашим девчонкам подняться на бронзовую ступень педестала этого отборочного этапа. Всего в нем принимало участие пять команд. Сейчас игры ночной лиги женского хоккея позади и Вега снова приступила к тренировкам, но эмоции пока не унять. Сейчас в Веге 27 постоянных игроков от 12 лет до 51 года. География участниц команды широка, здесь не только Петрозаводск, но также Шоя, Новая Вилга, Кондопога. А на тренировках еще и спортсмены из мужских команд. Здесь не просто спарринг-партнеры. Азарт, желание поиграть, посмотреть на девушек красивых, на дочерей. Дочери играют. Да, две дочери, Арина и Полина. Мне самому очень нравилось, но не было в детстве возможности играть в форме, на катке на хорошем. Сейчас такая возможность есть, но уже возраст немножко не тот. Ну, хотелось бы, чтобы дети смогли потренироваться, поиграть. Это вообще большое счастье играть на таком катке. Тренер Иван Кушеверский сам играет в хоккейном клубе «Карельские медведи», а также выступает в роли арбитра, известный в хоккейном сообществе человек. Поэтому команда начала активно участвовать в соревнованиях разного уровня с его подачей прежде всего. На турнир в Ленобласть наши хоккеистки ехали с боевым настроем. «Мы выиграли у наших непосредственно конкурентов. По ходу матча мы и в первой игре, и во второй мы проигрывали, но смогли отыграться. И в одной игре с 0-2 выйти на ничью 2-2, а во второй игре проигрывали 0-1 и выиграли 2-1. Поэтому там сила воли была основополагающим качеством. Ну, как педагог я удовлетворен, да, но как вот с точки зрения эмоциональной девчонки, они были очень довольны, очень рады. И я, конечно, тоже были с ними были рады». В ближайших планах – турниры в Сегеже и Кондопоге и, главное, регулярные тренировки, к которым женская команда готова. Юлия Кучеренко, Владислав Петров, Служба новостей.